300 рублей – такова средняя цена килограмма корюшки на данный момент. Самая дешевая рыбка водится в крупных продуктовых сетях – 200 рублей за килограмм. Доплатив всего 40 рублей, можно купить форель, лосось или семгу. В магазинах поменьше корюшка стоит 250-280 рублей. А в лотках у метро разброс цен от 100 до 400. В ресторанах Петербурга можно отведать даже свежевыловленную корюшку. Вот только выложить за нее придется около 600 рублей. У многих людей, пришедших на праздник, цена на эту золотую рыбку вызывала недоумение. Мало того, что вход не бесплатный, так еще и за порцию в 170 грамм пришлось отдать 150 рублей. Хотя организаторы праздника вполне уверены, что такие цены адекватные. Девушка, подходите ко мне, попробуйте. Денег я не возьму, попробуйте. Возьмите. Сама корюшка давно является одним из брендов Санкт-Петербурга, наряду с разводными мостами или шпилем Петропавловской крепости. Рыбу назвать «большой» язык не повернется. Максимальный размер составляет до 30 сантиметров. Вес колеблется от 30 до 150 грамм. Причем самая большая корюшка, выловленная в Неве, потянула на 295 грамм. Но основная проблема, по мнению ученых, это плохая экологическая обстановка. В Государственном научно-исследовательском институте озерного и речного хозяйства нам рассказали о больших проблемах маленькой рыбки. Корюшка во взрослом состоянии является потреблять нектобентоз, организм нектобентоза, реликтовых, ракообразных в Финнском заливе, численности запасов которых к началу 2000-х годов практически резко сократились. И многие виды почти не встречаются сейчас. Основная добыча корюшки ведется в Ладожском озере. Там вылавливают 851 тонну рыбы. На втором месте Балтийское море – 163 тонны. Самая горячая пара для живца – это конец апреля. А для рыбаков этот период – время воспоминаний. В СССР была четкая инфраструктура и существовало объединение «Севзапрыпром» и 5 рыболовецких колхозов. Сейчас добывают рыбы всего 87 предприятий, из которых 70 имеют в своем составе не менее 15 сотрудников. Для сравнения, в том же рыбколхозе имени Ленина до перестройки было 650 сотрудников, в колхозе имени Калинина – 760 человек. В 90-х годах началось снижение запасов и улов в корюшке в Финском заливе. До начала этого века где-то они снизились, в принципе, до 500 тонн. Так, были ниже 500 тонн. Ну, а вот в начале уже нашего века уловы стали резко снижаться, запасы. И максимальное снижение было до 100 тонн в год. Да и вообще, по мнению экологов, есть много корюшки небезопасно. Она содержит в себе достаточное количество и тяжелых металлов, и различных органических загрязнителей. Но по сравнению с той рыбой, которая постоянно обитает в Неве, она относительно чистая. Несколько лет назад проводились исследования, и они показали, что содержание тяжелых веществ в корюшке находится в пределах норм, которые установлены. Это не значит, что она безопасна, но это значит, что есть ее нужно в небольших дозах. Хотя для многих эта рыба действительно ценна, и они готовы покупать ее килограммами, несмотря на высокий ценник. А сколько ее останется, это другой вопрос. Дмитрий Блинников, Евгений Богатов, Кирилл Ершов. Петербургская неделя.